Во имя Отца и Сына, и Сына Победы. Сегодняшний день, мы с вами, братья и сестры, слышали евангельское чтение, которое порисовалось о том, как Господь, что Иисус Христос в последние дни своей жизни во все силу нашего Влада. Мы с вами знаем, что в священном писании нет такого места, которое бы не имело дарматического, то есть первоучительного смысла, и асфетического, то есть того, что применимо в нашей жизни. И вот согласно расслаблению Сына Победы, так магическим смыслом сегодняшнего ангельского чтения является то, что оно указывает или прообразует грядущее воскресение самого Иисуса Христа из метров, а также всеобщее воскресение людей. Прообраз это то, что идет впереди и говорит о том, какие дальнейшие события будут в более масштабном свете. Поэтому то, что Господь воскресил Базаря указывает на то, что сам Господь является Богом, Иисус Христос, то, что Он воскреснет, и то, что также воскреснут все люди, в том числе и мы с вами. Что касается сфетического смысла, то здесь вот этот умерший Базарь, который четыре дня пребывал во гробах, который уже смерднела, и Ему сестра Мария говорила Иисусу, что не открывайте гроб, потому что уже смерднеть, уже разбогается. Вот этот Базарь, он символизирует наши с вами души, которые, увы, смердят от грехов, которые нет вы доброведителями, и которые заварены вот таким вот камнем, куда мы не можем попасть. Потому что все мы, на самом деле, где-то в глубине души, не так хорошо себя знаем. Наша душа как бы согрета от нас самих, мы боимся по-настоящему заглянуть на что происходит с моей душой, в каком она состоянии. Чаще всего мы говорим, мы знаем, как мы, ради смея, и перед Богом, что мы, ну да, грешны, но в каком состоянии наша душа, какие грехи, мы этого не замечаем. И вот есть надежно проверенное средство, которое помогает опалить камень, и оба заглянуть внутрь, где находится Лазарь, где наша с вами душа. Это средство является общение с ближними, с теми, кто нас окружает, с теми, кто с вами рядом, дома, на работе. Потому что этот человек живет сам, в уединении, его никто не трогает. Ему кажется, что он любит Бога, он любит ближних, и грехов-то у него особо нет. Но как только человек попадает в среду людей, кто-то его заденет, кто-то скажет, кто-то замечание сделает, а судит, как тут же человек начинает эваливация, раздражение, гнев, злого, обиды, непрощение. И человек даже сам себя не узнает и говорит, я не думал, что способны такие слова во время гнева, не думал, что он мог вот это сказать или вот это сделать. И получается так, что именно ближние могут сделать так, чтобы этот камень был отвален от нашего, 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 этого вот, скобупы, такой, в котором мы пребываем, и мы смогли забынуть вас внутри себя. Есть рассказы про три карты. Один подвижник находился в уединении и стяжал конкурсуальности, в котором приходили некие животные и общались с ними. А вдруг пришел другой подвижник и сказал, что невеликой подвиг, что ты живешь в мире с детьми животными, пойди, боже, чинили со святыми братьями в монастыре. Это действительно так. Как вы видите, все рассказы про один монах, у вишни тоже жил в уединении. И казалось ему, что он возлюбил Бог, и творение, Боже, и весь мир, но довелось ему пойти в другой монастырь, в общежитине, где было много монахов. Остался там на сутки. И когда он там пребывал, во время сна, кто-то громко молился, его достало раздражать, кто-то как-то с ним не так почтительно поздоровался, его это обидело. Трапезу вам показалось, что не такую дали, как всем. В общем, по полнотам сутки вышел и понял, что раздражается, гневается, обижается, гордится, превозносится, и все в нем в этом сидит. И лишь общение с братьями помогло понять, что да, действительно, это все есть. Поэтому то, что у нас есть с вами ближние, которых мы терпим, которые терпят от нас, которые нам показывают наше настоящее духовное состояние, это хорошо. По крайней мере, мы будем знать, что происходит с нашей душой внутри. Еще интересный момент, почему плакал Христос. У вас некоторые думают, что ему всего лишь было жалко о Лазаре. На самом деле, не только Лазаре, а Христу было жалко, которого он воспитил. А Христос плакал о жестокосердии людей, которые он предвидел. Вот Антоний Киповицкий, митрополит, объясняет Евангелие, приводит в следующий славы. Вспомните притчу о приточном Лазаре. Вспомните притчу о богаче и бедняке, который лежал и с трупов ел объекты со стола богача. Вот когда богач умер, он просил, он говорил, что когда-то, что у Авраама пошли вот этого Лазаря, чтобы он сообщил моим братьям о том, что есть загробная жизнь, о том, чтобы они жили по-другому. Но Авраам сказал, у них есть пророки, Священное Писание, Моисей, и если даже мертвый воскресет, к ним придет, они не поверят. И вот все это оказалось так, просто слова. И вот смотрите, в сегодняшнем Иоаннском чтении, Лазарь, которого все знали, который умер четыре дня, пролежал на четвертый день, во гробу разлагался, и вот Господь одним словом говорит, Лазарь, гряди вон, и он тут же, полный жизненных сил, выходит из гроба. Казалось чудо, которое должно было всех поразить. И действительно говорится, что многие убоялись, уверовали, но не все. То есть были люди, которые, видя вот это явное чудо, все равно не поверили. И митрополит Антоний говорит, что это уже было не просто неверие, это было уже осознанное сопротивление истине. Вот такое вот. И, в принципе, мир в таком состоянии и лежит, потому что достаточно чудес, достаточно явлений, достаточно опыта для того, чтобы вы веровали в Бога, но мир осознанно противится, идет против Бога, враждует его. В сегодняшний день хочется пожелать, чтобы мы с вами разбили вот эту скорлупу, которая скрывает истинное состояние нашей души через общение с ближними, и смогли преодолеть, воскресить эту душу через покаяние, через борьбу с грехами, и так вот сонаследовать жизнь вечную, воскресенье с Господом нашим Иисусом Христом и сегодняшним Лазарем. На предстоящей неделе, дорогие братья и сестры, завтра, вы знаете, Великий Дунный, 10-й праздник, Ход Господень Иерусалим, вербное воскресенье. Сегодня, накануне в 17 часов всеночное бдение будет освящаться вербы. Также и завтра две Божественные Литургии, ранние и поздние, 6.40-9.40. По окончанию каждой Литургии также будет освящение верб. И предстоящая неделя заключительная, то есть она вообще отдельно, от Великого Поста Страстная Седмица, расписание есть на входе в грамм и на сайте. Вот поэтому приходите, помолимся. С праздником! Слава Тебе, Боже Нас! Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе!